Обычно героями нашей программы становятся конкретные люди конкретные персонажи которым вопросы есть или у нас или у наших зрителей но вот девушку которая пришла к нам сегодня мы искали под тему мы давно хотели обсудить приемное родительство но обсудить неформально как-то честно и глубоко и вот инстаграм подарил нам домик серой мышки и женю кныш эта программа честное слово и я маруся загорска в предвкушении какой-то безграничной откровенности мама расскажи про моих бывших хозяев вот так я грунт уж не собачка что значит хозяев прилично эта мать своего ребенка не оставит если она его оставила то скорее всего там ген такие что дай бог я я и страшно а что делать ну это круто потому что в этот момент и наверное по честному начинаешь впервые возможно рассчитывать именно только на себя может кто-то там передумать и прийти и сказать здравствуйте ваша мама и забрать и ты как бы ничего не сможешь с этим сделать он хочет родиться именно от меня и в какой-то момент я сказала так короче все с меня хватит давай я забрала футболку говорю все давай залазь футболку и ну мы надели футболку я там стал изображать о господи у меня схватки я больше не могу сейчас рожу гриша звони скорую вызываем скорую я рожаю кажется если мне не понравится можно мы назад его вернем я говорю нет нельзя о господин жень привет привет выспалась я просто прочитала то что ты из-за переживаний по поводу интервью не очень хорошо спала я быстро очень согласилась внутри даже не думала об этом что типа да о классно да давай а потом оказалось что для меня это переживательной почему но как-то знаешь вроде мы сейчас будем обсуждать про мое материнство да но она касается не только меня напрямую да и ребенка и бывшего мужа и там куча родственников тоже и как бы переживаю что не сказать слишком за честно может быть то есть пришла программа честное слово чтобы не слишком чтобы не не быть слишком честно почему ты решила взять ребенка действительно есть люди которые усыновляют потому что там удочеряют потому что они полны внутри ресурсности сделать какого-то человека еще счастливее там подарить ему что-то да и мой путь был другой мой путь был эгоистичный когда я была там маленькая и там с пяти лет мне всегда подкидывали каких-то там детей знакомые взрослые люди всегда говорили о том что женька как-то классно справляется с детьми у меня знаешь мне не было какой-то такого момента в моей жизни что случится так что а я своего родить не смогу то есть ну как бы моей картине мира было такое что если ты девочка то ты априори уже это можешь сделать да и когда-то мне 18 лет первый диагноз бесплодие там в 21 22 23 ничего не можем сделать и к первое провалили там что-то еще очередной раз что-то отрезали пришили что-то еще сделали и результат один и тот же как бы начала искать для себя варианты и ну так ужасно даже звучит да но факт остается фактом то есть к усыновлению я пришла как возможности альтернативно стать матерью почему там отмели допустим там суррогатное материнство ну чтобы это был прям вот твой твой вот если честно прям отвечать да наверное это финансовый вопрос если бы финансового вопроса не было потому что это очень дорогое мероприятие да если бы я бы там была женой олигарха или дочерью миллиардера или сама умела зарабатывать на такого уровня деньги да наверное скорее всего на тот момент я бы воспользовалась именно этим этой возможностью как у вас вот 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 этот был процесс ну если у тебя щелкнуло вот что ты готова нет у меня не щелкнула что я готова и это было знаешь такое как всему миру показать что я можно вас говорить мы потом ставим такой пик и появляется смайл окей ну было важно показать что я такая же как все посмотрите вот у меня есть ребенок я принесла обществу показала что все отлично отвалите от меня я училась в университете мы частенько посещали детские дома да и не было такого что я пришла и мне сразу тут всех жалко стал у меня была наоборот какая-то брезгливость не было страшно как бы не было такого чувства сострадания ли чего-то такого прям серьезно самая сильная эта брезгливость была да ну постепенно постепенно как-то ты приходила к этому как это тоже люди маленькие их не надо бояться у них своя история как вот из этих вот людей ты поняла что вот вот конкретно вот этот твой ну грубо говоря ты выбирала не так это все происходит ты выбирала вот мне нужны там голубые глаза и черные волосы чтобы никто не догадался это все очень бюрократично в кабинете со взрослым человеком опекуном ты какие-то моменты описываешь что там например это будет мальчик или девочка такой возраст тебе дается как бы анкета на ней черно-белые фотографии так знаешь как с паспорта снять ксерокс ну представляешь да какой уровень там понять твой ребенок это или не твой ребенок там вообще бы просто понять мальчика ты или девочка но я сейчас очень утрирую но на самом деле это очень все сухо происходит да и по сути то есть такого такого благоговейного трепета как вот это пытаются там преподнести у меня не было у меня не было то есть мы первого ребенка смотрели это 6-месячный мальчик был вынесли мне дали его в руки и как бы я готова была с ним уже уходить то есть девочки которые долгий период времени хотела стать мамой ей дали наконец-таки в руки малыша на что мой муж мне показывал что нет как бы это не наш ребенок даже не смотри внимательно и каким образом да то есть я выходила когда мы писали отказную то есть тебе выписывают направление на одного ребенка одного ребенка в неделю помню ты можешь посмотреть что то такое могу напутать а ты смотришь встречаешься с ребенком смотришь на него понимаешь твой этот ребенок или не твой то есть я не поняла мне как бы мне нормально давайте этот окей будет мое что было ненормально он сказал что у него не ёкнула и мы поехали написали отказную от этого ребенка и мы это в новосибирске смотрели вот по дороге из новосибирска дворноула я плакала потому что мне было очень непонятно как это так может быть вот мы забрали у этого ребенка шанса что должно произойти а как у тебя ёкнула почему у меня ничего не случилось как бы такие моменты да и потом уж вообще все взял свои руки и на сайте нашел макара и как бы мы уже целенаправленно ехали смотреть макарой когда нам принесли макара мы познакомились я думаю боже какой красивый ребенок такой ангельский такой вообще просто момент просто завораживающий но я ни на что себе не настраивала то есть я постоянно палила что в этот момент думает мой муж на и когда мы уже вышли из детского дома и он горит ну все да это наш ребенок я думаю даже не прожила этот момент потому что все время как бы откликалась что там что он скажет что он скажет такие моменты а сколько тогда было ребенку год год и месяц его же по-другому звали да мы меняли имя а почему вы решили сменить слушай вот сейчас я веду сама до школу усыновителей и это не не приветствуется смена имени да для нас это был важный какой-то такой момент потому что что ну знаешь как как матроскин говорил про государственную корову и теленка да теленок чей теленок наш да и в этот момент у нас тоже какое-то государственное имя какая-то непонятная тетя что она вкладывала в это имя когда давала как это что-то да и нам хотелось что типа с чистого листа давай начнем вот там у него была такая жизнь такой период а вот с нашего появления когда мы вместе пусть его зовут так как хотим мы до что мы вот даем и имя и новую жизнь и каким таким образом второй раз я сейчас ду я наверное оставлю имя но это сейчас планируешь взять еще до 1 до что нужно сделать паре или что нужно сделать одинокой девушке чтобы стать я так понимаю что ты же не опекун ты именно приемный родитель то есть ребенок становится твой твой как доказать что ты состоятельен будешь как родитель сушь когда я прошла сама это свой путь мне показалось что бюрократии недостаточно недостаточно там где она действительно нужна в плане обучения в плане какой-то психологической поддержки семьи да то есть да есть какие-то моменты за которых за которые им надо отчитываться это там чтобы жилплощадь соответствовал там финансирование да какие-то такие моменты но вот если сейчас у меня спросить с чего надо начинать да то во первых по ходу к психологу да потому что чтобы точно понимать для чего что за мотив скрывает за твоим желанием взять ребенка я просто сейчас смотрю на тех людей которые приходят к нам в школу и я настолько восхищена им насколько они могут делиться том что я просто хочу стать родителями я не понимаю насколько это правильно с такой позиции эти или еще что-то и мы прорабатываем этот момент они могут хотя бы признаваться где-то что-то да я для себя смогла признаться после того когда ребенка уже было два года он в семье был что у меня что-то не так что у меня какие-то проблемы самой собой когда у меня не случается любовь прошла два года а я не могу сказать что я люблю ребенка да я выполняю все функции которые надо выполнить да а чтобы вот так вот прям сказать что господи я люблю ребенка и все у меня такого не я не знаю станет ли тебе легче но я сама родила своего ребенка и у меня достаточно долгое время не было не было этого ощущения тоже но потом это как-то приплыли мы как с того момента когда я честно начала об этом говорить мне началась обратная связь вот именно вот в этом формате что жень мы со своими родными как бы все нормально мы проходили те же стадии когда я начала честно об этом разгарами горит джейка мон как бы с нами обычными людьми то же самое происходило я думаю почему я не начала об этом разговаривать раньше когда вот ты сейчас работаешь да я правильно понимаю что ты сейчас работаешь с будущими приемными родителями как ты как ты понимаешь что вот этот человек да у ему действительно надо это или он может а другой человек нет нет не подходит ему эта история это такая угадай-ка на самом деле да и если вернуться там меня назад да и вот эту девочку сумасшедшую в 23 года которая решила стать приемной мамой да там установителем как это называется да и мне кажется я бы не прошла ни один нормальный психологический тест ну на готовность стать родителем да но я так рада что я в итоге до этого дошла несмотря на мою внутреннюю неготовность несмотря на какие-то точно психологические проблемы нерешенные да что я не свернула с этого пути да мне кажется это уже тоже как-то показатель того что даже если что-то пойдет не так человек идет в любом случае до конца да есть такие родители которым лучше бы пройти сначала терапию а потом уже идти вообще в принципе в материнство в отцовство да а сильные показатели прям такие что нет наверное это инфантилизм да когда маленький ребенок по сути во взрослом человеке будет воспитывать маленького ребенка там бы как бы с собой сначала надо разобраться да а потом уже идти в материнство все же надо как-то вырасти до того момента хотя бы чтобы понимать что происходит сейчас с ребенком или что происходит с тобой и разделять очень четко представь сейчас кто-то приезжает какой-то дядя тетя тебя берет садят в машину и куда-то везут в какой-то другой город ты сейчас взрослый человек да и как бы в принципе сказать подождите подождите давайте остановимся как бы хотя бы мне расскажите что происходит куда вы меня везете насколько вы со мной хорошо будете обращаться да а тут маленький ребенок но год месяц мы его садим машину куда-то везем непонятную ситуацию больше тех тетей дяди которые государства на его окружали больше их нет есть какие-то другие новые как вообще проходит этот процесс вот вам ребенка выдали как-то сказали вот этот на это жена она будет твоей мамой момент когда ты точно говоришь что все это окей это наш ребенок мы готовы у вас происходит такая некая прелюдия перед тем как забирать ребенка домой в течение у нас был месяц в течение месяца мы ежедневно приезжали как-то общались знакомились дарили подарки что-то проводили вместе время ты прям рассказала мне даже немного страшно стало как будто ты выиграл человека но если честно ему так все равно было кто мы люди да то есть есть какие-то игрушки мы приносили акцент был на них а мы как фон такой были как шумовое оформление не было такого что он прям заглядывал к нам глаза есть какая-то разница вот ребенок который из детского дома и ребенок который родился и вырос там до года и месяца в семье естественного ребенка есть травма то есть если этот ребенок даже если он рожденный тут же от него мама отказалась да нам кажется что-то маленький малыш может понимать да может быть он ничего не понимает еще страшнее да он чувствует очень много и он не может себе объяснить что такое то есть там как по петра новской сначала у нас идет до года привязанность да и то есть ребенок подает крик при этом мама бежит показывает что все хорошо ты в безопасности я здесь а это малыш он просто кричит и к нему никто не подходит и он естественно для себя понимать я не нужны в этом мире сколько времени тебе потребовалось чтобы из вот этого травмированного ребенка сделать домашнего не знаю мне кажется макар мне просто богом каким-то дарован потому что это был все время идеальный ребенок да там первый месяц наверное меня шокировало что он просыпался и сидел в кроватке просто то есть там не кричал не звал к себе проснулся и проснулся то есть ты в течение дня заглядываешь проснулся или нет и это даже немножко знаешь как жутко становится что он просто сидит постепенно постепенно макар понял что тут вокруг него и под его дудочку то пляшут и вообще все круто и там есть у нас фотографии когда уже он сидит в детском этим кресле там нога сверху в тарелке еще что-то короче то что обычных родителей бесит тебя обрадовал меня очень он знает у тебя что он приемный да он знает и это самого начала было мы рассказывали сначала это было в сказках что ты вроде того что была женщина она тебя родила посмотрела на тебя и поняла что ты женин и гришин а где женин и гриша живет она не знает и что ей надо было делать она подумала я пойду отнесу сейчас тебя в детский домик и тогда тебя смогут твои мамы с папой найти да и мы вот с папой бегали-бегали искали по всем детским домиком когда тебя нашли мы обрадовались какой-то момент сказал макар что мне не нравится эта история давай какую-то другую такую как где там ты меня родила и меня немножечко конечно был ступор настаивал что он хочет родиться именно от меня и в какой-то момент я сказала так короче все с меня хватит давай я забрала футболку говорю все давай залазь футболку и но мы надели футболку я там стал изображать о господи у меня схватки я больше не могу сейчас рожу гриша звони скорую вызываем скорую я рожаю кажется ну как бы мы это все проигрывали там я макару все давай вылезай сколько уже можно сидеть давай я тебя жду мой хороший он родился я там его обнимал боже я так какого-то как мечтала такой ты родился и все мы один раз эту историю проиграли да и все они нормально то есть он получил какое-то свое удовлетворение что он здесь такой же важный такой же нужный через футболку рожденный но как-то кстати такой ритуал принятие в приемную семью есть в каких-то аборигенских я вот когда готовилась к интервью читала суши и я когда-то сделал это было интуитивно очень да я нигде это не читала и мне надо было сейчас здесь и сейчас решить уже наконец-таки эту проблему да и и таким образом делал когда я опубликовала это в инстаграм очень много обратной связи поступило того что это классно так делается на самом деле есть это я к тому что опять же наверно каждой маме надо доверять самой себе она интуитивно знает ответы на все вопросы почему вы решили что вы расскажете ему что он приемный я хотела начать отношения честно со своим ребенком и я кстати не осуждаю и там не призываю все рассказывайте да нет у меня я считаю что у каждого человека есть право на свою жизнь это на то как они хотят ее вести для меня это было неприемлемо но в том моменте что я думаю что рано или поздно все равно найдется какой-то человек который об этом скажет и наверное мне просто не хотелось в этом всем участвовать со стороны такой что я где-то ну по сути ты врешь каждый день когда-то у него было такое что он там это потому что я приемный нет кстати единственный один момент был такой что он что-то выпрашивал дорогую какую-то игрушку и наш диска лучше меня установили кто-нибудь побогаче такое было у них все проще у детей и вот я сегодня тоже рассказывал подружки о том что макар пришел домой и говорит мама ты знала там у меня друг я на всякий случай поменяю имя вдруг они тоже скрывают у меня друг андрей и он недоношенный я господи как у вас так могло получиться у мальчишек разговор про недоношенность зашел грида я ему говорю а я усыновленная а я недоношенный и такие типа а ну отлично ну и как бы и поговорили то есть дети они не видят в этом проблем а у тебя когда-то такое было чтобы ты подумала блин зачем я это сделать конечно просто я как мать которая родила в 31 первые полгода я несколько раз на дню думала господи не было проблем купила баба порося знаешь что самое страшное в моем случае было что я никому не могла бы об этом признаться то есть это сейчас недавно какой-то вышел фильм там тоже про приемных где них трое троих детей усыновили и они в какой-то момент ложились спать и такие горит суши давай их назад дадим эндки до классный день просто не достали вообще это просто ужас какой-то они естественно этого не сделать но у них так они могли друг другу признаться в этом да я не могла признаться своему мужу или своим родителям в том что вы знаете я сейчас пожалела или как бы я поняла что я не готова и все в таком духе и как бы в этом была очень большая загвоздка потому что я это держалась в себе очень сильно я вообще для чего создала свой инстаграм это как разговор со своим мужем то что я не могла признаться ему я об этом писала в работе с потенциальными усыновителями ты как психолог работаешь или ты работаешь как человек которого опыт есть мне просто интересно как как вот вот такая женя вдруг появилась там меня нашли по инстаграму и мне предложили вообще это было моей мечтой создать что-то такое где я буду встречаться с людьми и рассказывать честно рассказывать там на каком они этапе что сейчас с ними происходит что с ребенком происходит что это все нормально то что ты чувствуешь это нормально не бойся не стесняйся чем больше ты будешь сейчас честен тем есть возможность это проработать и меня позвали как-то просто человека который через это прошел а когда моя директор узнала что я еще и психолог она говорит все отлично я нашла как бы я успокоилась тогда ты как бы и веди дальше но какая была подготовка когда ты шла усыновлять я не хочу сейчас никого обижать потому что ну там мы только начинали нет ну или наверное но я я думаю что мы и что мы не будем кого-то обвинять на просто просто вот как это было там условно там есть лет назад и как это сейчас чтобы это было какие-то сухие факты были что-то вроде того что если в анкете написано за 32 это значит что вот я сейчас выдумываю что типа ребенок с дцп там или еще какие-то такие моменты и как это применять зачем это применять ну как то непонятно то есть вот настолько все сухо юридически какие-то медицинские моменты и совсем не было такого что как же подготовить себя к этому моменту да как можно вообще просить помощи или надо сразу закрываться в домике и решать свои проблемы просто представь что вдруг ты попросишь помощи а решат что ты не справляешься и заберут обратно живем страшно было просто катастрофически страшно с одной стороны тебе хотелось чтобы от тебя оградили ребенка потому что ты наверное невменяемый какой-то человек потому что ты какого-то хрена сейчас орешь как сумасшедший ребенок просто не хочет есть а у тебя по времени потому что тебе выдали бумажку в это время ребенок твой должен есть да у тебя все просто сломается потому что ты живешь по этой бумажке и если ты сейчас попросишь помощи то тебе скажут а ну конечно как бы тебе 24 года ты не способна к материнству мы сейчас заберем у тебя и обвинил тебя там и сожжем на костре ощущение было такое страшно было просить помощи очень страшно все же не все в порядке ты нормальная мать ты просто как бы слушай себя и иди дальше за этим слушанием да и мне пришлось таким образом сделать что собрать ребенка и просто улететь мы прожили три месяца в крыму с ним вдвоем и вот там у меня случился этот коннект что ли или как это сказать что все теперь я твоя мама таким образом у меня было вот именно когда все остальные отделились когда не было ни моих родственников которые гипер переживали за все им надо было помочь как-то везде там как твои родственники вообще в принципе восприняли идею того чтобы будет не короля я пообещали отказаться потому что я я знаю что многие люди очень негативно относятся считая что ну прилично это мать своего ребенка не оставит если она его оставила то скорее всего там ген такие что дай бог я я и мы никогда никаким воспитанием это не перебьем такой момент когда ты садишься в танк едешь и страшно а что делать но это круто потому что в этот момент наверное по-честному начинаешь впервые возможно рассчитывать именно только на себя на свои силы там и на человека который с тобой рядом идет если там уж вообще супер да и кстати про мужа да я хотела бы сказать такой момент что мне все время казалось что раз он со мной согласился там то есть у него проблем нет да он может иметь детей а раз он пошел там какой-то там полубог но вот это слово обязана теперь все ему по гроб жизни должна обязаны такие моменты да и когда я пошла в школу установителей увидела что с каждой женщины приходит еще мужчина который то но на этот готов согласен по-честному на равных то есть не потому что она сюда пришла потому что он действительно этого хочет да и вот это тоже очень важно для женщины увидишь то не только как она настолько ущербно что там один человек из сто пятьсот миллионов людей согласился с ней так уж и быть потому что наверное он меня жалеет или что-то еще это вообще нормально что мужчина может принять такое решение почему ты сейчас решила какая у тебя мотивация еще одного ребенка взять сейчас я почувствовала ресурс в себе она это уже другая да уже по-другому совсем по другому одну ты же сейчас одна да правильно я понимаю что у вас брак распался я сейчас не замужем у тебя какой-то изменился подход или ты также будешь смотреть мой не ну если честно я просто не хочу открывать все карты то я скорее всего уже определилась в ребенке и остался только ну там пакет документов и все остальное да но не факт что естественно ребенок дождется потому что сегодня завтра на этого ребенка могут выдать направление то ну как бы в голове у меня уже есть конкретный ребенок конкретный человек а как ты и сына к этому подготовил готовишь ну это тоже отдельная история не просит и не просил макар никогда там себе братика или сестричку потому что он рассуждает что это какой-то геморрой но что-то кричащие пищащие наверное там не игрушки будут забирать при при всем том что макар очень добрый прям такой добряк милаха и в таком формате но для него его личное пространство напрям важно и первый вопрос который он не задал сказал что ты внуков точно уже решила все назад дороги нет игру ну я решила да он говорит но если мне не понравится можно мы назад его вернем я говорю нет нельзя о господи ну типа ну ладно как то надо с этим справляться если он знает что он приемный как-то это отражается на нем если у него по этому поводу какие-то внутренние переживания если у него какие-то внешние проблемы с это с этим может быть потому что он к этому так относится и наверное другие понимают что его этим не задеть я не знаю да в каком форме пока таких проблем не было а ты никогда не думала над тем чтобы просто юридически не становиться мама становиться опекуном потому что насколько я поняла насколько я покопалась вот сейчас в этой теме быть опекуном ну например намного выгоднее для родителя в том плане что там когда ты опекун ты получаешь зарплату опекунскую которая в принципе равна средней зарплате в алтайском крае как бы деньги для ребенка никогда не лишние я не считаю что должно быть как-то стыдно то что люди выбирают опекунство в том числе учитывая что там какие-то денежные средства для этого есть я не считаю что люди должны отказываться на образуру кидаться говорит что мы отказываемся от этих денег лишь бы вам всем там обществу доказать что мы там от чистого сердца сама-то почему от это есть от этой идеи но какие-то там путешествия что-то еще есть там там элементарно там границу какой-то переходить вот эти вот лишние там кто по фамилии чьей там какие-то такие моменты бюрократические да намного проще удобнее там загранпаспорт там или еще с какими-то такими моментами которые путешествовать не знаю может быть на тот момент еще психологически было такое важно что ты все не переживай ты наш я все я не переживаю там меня тебя никто не заберет но вот вот этот момент потому что в нашей истории был такой что мы лишали маму материнских прав макара да и было немножечко ссыкотно потому что говорили о том что пока ты под опекой ребенок находится что в любой момент может кто-то там передумать и прийти и сказать здравствуйте ваша мама и забрать и ты как бы ничего не сможешь с этим сделать кстати по поводу своей мамы что-то знает он не знает но смысле он знает только столько сколько ему хотелось бы знать да там какие-то моменты у нас был один очень тяжелый разговор в какой в какой-то момент когда он так в таком формате спросил мама расскажи про моих бывших хозяев вот так я грунт уж не собачка что значит хозяев мамы и папы и когда я начала рассказывать то что я знаю я знаю минимум до ребенок начал плакать и говорит что я же всего лишь хотел чтобы меня любили ну как бы почему они так сделали я говорю макар ну наверное тяжело им было какие-то там моменты на но такую фразу очень крутую макар сказал но она ведь даже не попробовала то есть мне кажется столько мудрости в этих словах что она даже не попробовала сможет она или не сможет потянет на ли не потянет до этот момент у тебя есть какой-то к этой женщине там презрение нет у меня только благодарность к этой женщине огромная благодарность человеческое понимание ну как и понимание мне хочется ее защищать от всех то есть в принципе ты не считаешь ее конченом человек нет нет я считаю серая мышка в смысле это неплохое типа серая мышка классно серой мышкой быть классно реально и доме ну как бы дом это такое где-то то место где тебе безопасно где тебе комфортно где тебя окружают близкие люди и вот у меня и реальном инстаграме так какие-то моменты бывают когда мне тяжело мне кажется они вообще берут на руки тащат а